Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как создать дополнительный реквизит в 11 документов оборот и вывести его с закладки свойства на закладку реквизиты в карточке внутреннего документа в системе. Для начала нам нужно создать дополнительный реквизит. Для этого мы перейдем в настройку администрирования, дополнительные реквизиты. Также в системе существуют дополнительные сведения. Разница между ними в том, что дополнительный реквизит привязан непосредственно к объекту системы и является его частью, храня свое значение внутри этого объекта. А дополнительное сведение, в свою очередь, хранит свое значение в специальном регистре сведений. Значение дополнительного сведения мы можем задать вне зависимости от состояния документа. То есть дополнительные сведения будут доступны для редактирования всегда. И также дополнительные сведения нельзя перенести в карточку документа. Как выглядят дополнительные сведения. Перейдем во внутренний документ, в команду еще, документ, дополнительные сведения. То есть они не являются реквизитом внутреннего документа в данном случае, а является отдельным сведением, которое мы можем заполнить, сохранить и, соответственно, сохранить в регистре сведений. Так, теперь создадим дополнительные реквизиты. Для этого перейдем в настройку администрирования. Дополнительные реквизиты. Мы будем создавать дополнительный реквизит для внутреннего документа. Заявление на отпуск. Нажмем на кнопку добавить. Новый. И зададим наименование дополнительного реквизита. Это будет начало отпуска. Тип значения у нас будет дата. Соответственно, нажимаем записать и закрыть. Первый допреквизит у нас создан. Далее создаем второй дополнительный реквизит. Это уже будет окончание отпуска. Точно так же тип значения у нас будет дата. Также записываем и закрываем. И нам необходим третий дополнительный реквизит, который будет называться согласно графику. Этот допреквизит будет иметь тип значений булева. Тип значений булева означает да либо нет. Записать и закрыть. Дополнительные реквизиты мы создали. Теперь нам необходимо посмотреть, где они располагаются в нашем документе. Создаем новый документ заявления на отпуск. И видим, что в внутреннем документе, в карточке документа, на закладке свойства наши допреквизиты отображаются. Теперь мы хотим, чтобы они отображались не на закладке свойства, а на закладке реквизиты, где-то между кратким содержанием и нашей организацией. Для этого перейдем еще в настройки «Изменить форму». В форме мы видим вот наша закладка «Реквизиты». Далее видим группа «Лево», так как у нас это находится слева. Здесь мы видим вид документа. Вот он вид документа. Группа наименования и код. Вот здесь наименование. И содержание. И дальше идет группа «Наша организация», где указывается организация. В нашем случае мы будем перемещать значения под содержание. Для этого пролистываем вниз. Вот закладка «Свойства». Разворачиваем ее. Видим, здесь заявление на отпуск и наши дополнительные реквизиты. Теперь нам их просто необходимо перенести содержание. Стрелочкой подправить, что начало отпуска будет под содержанием. Далее перенести реквизит окончание отпуска. Сюда же. Также его ниже переместить. Согласно графику. Нажать на кнопку «Применить» и «Окей». И вот мы видим, что наши реквизиты с закладки «Свойства» переместились на закладку «Реквизиты». При этом закладка «Свойства» за неимением там данных скрылась из вида карточки документа. И теперь мы можем заполнять даты начала отпуска, дату окончания отпуска, указывать, что мы согласно графику уходим в отпуск, например, указать нашу организацию и записать документ. Теперь пользователям будет намного удобнее работать с документом, так как все нужные реквизиты на одной закладке и не нужно, соответственно, скакать по вкладкам. Спасибо за просмотр!